Земляника полка. В недалеком прошлом земляника полка была блестящим промышленным сортом, но, увы, под натиском новых сортов она сдает свои позиции. Однако эта земляничная ягода пришлась по нраву дачникам, которые охотно ее выращивают на своих приусадебных участках и дачах. Такая популярность обусловлена превосходными вкусовыми качествами крупных плодов, а также хорошей лешкостью и возможностью транспортировки. Земляника полка. Описание сорта и его характеристики. Земляника садовая полка. Земляника пулька была получена в Нидерландах в 1977 году путем склещивания голландских сортов севета и андука. Несмотря на утрату передовых позиций, сорт отвечает многим запросам, которые предъявляют данной культуре при выращивании на дачах. Именно поэтому она заслуживает внимания отечественных агрономов и фермеров. Сорт полка относится к среднеранимым и урожайным. Высота кустов средняя, как показывает практика, высота побегов не превышает 10-12 см. При соблюдении всех агротехнических правил кусты вырастают достаточно массивными. На них образуются морщинистые листья насыщенно-зеленого цвета. Еле присмотреться, можно наблюдать листья из 4-5 лопастей. Образуются цветоносы в один уровень с листьями. В землянике полка характеристическая особенность сорта – активное формирование усов. На побегах образуется большое количество розеток и усов, благодаря этому растение быстро без особых усилий плодоносит. Но при устойчивых высоких температурах процесс формирования розеток замедляется, их количество уменьшается. Плоды крупных размеров, отрасль ярко-красный, плотная глянцевая кожура. Ягодам свойственна форма конуса с тупым концом. Вес ягод в зависимости от соблюдения правил ухода и погодных условий может варьироваться от 40 грамм до 60 грамм. Вес последних в сезоне ягод не превышает 20 грамм. Сорт характеризуется дружным созреванием. Вкус у плодов отменный. Ягода сладкая, с приятным карамельным послевкусием. Плодоношение обильное, с куста удается собрать до 2 килограмм ягод. Холодоустойчивость у плодов средняя. Важно, сорт имеет хорошую сопротивляемость против серой гнили, но подвержен болезням корневой системы. При транспортировке плоды не выделяют сок и не утрачивают своей формы. Агротехника. Клубника полка нетребовательна в уходе, но для получения достойного урожая потребуется соблюдать перечисленные правила агротехники. Оптимальное место для посадки земляники – хорошо освещенный участок. Готовить его надо предварительно, перекопав и удалив сорняки. Обязательно в почву надо внести перепревший навоз или компост, минеральные удобрения. Выращивание. Приступать с подготовки грядок следует за 2 недели до предполагаемой даты посадки. Особенность ухода за земляникой почва должна иметь слабокислую реакцию. Наиболее благоприятное время для посадки культуры – с августа по сентябрь. Расстояние между кустами должно выдерживаться не менее 0,4 метра. Впервые вносить удобрения рекомендуется весной. Во время плодоношения землянику надо удобрять древесной золой, калийными удобрениями, куриным пометом. Растения начинают поливать уже весной, в апреле. Осуществляются поливы с интервалом в неделю и так до окончания вегетационного периода. Для полива рекомендуется использовать капельную систему. Поливы рекомендуется проводить вечером, используя теплую воду. После сбора урожая необходимо собрать все поврежденные фрагменты и провести профилактическую обработку от болезней и вредителей, внести удобрения. Во время подготовки на зиму растения укрывают специальным волокном, янником или опилками. Пересадку растения необходимо проводить весной или осенью. При выращивании культуры в теплицах провести пересадку можно зимой. Болезни и вредители Полка характеризуется стойким иммунитетом, но часто подвергается болезням корневой системы. Вертицеллез – грибковая патология, которая ударяет по сосудистой системе растения, что приводит к его гибели. Первые тревожные симптомы – нездоровый вид, явные признаки увядания и остановка в росте. В процессе развития болезни листья ложатся на землю, выглядят вялыми. Если же листва приобретает желтовато-розовый окрас, все попытки спасти землянику тщетны. Профилактика болезней Своевременный сбор и уничтожение сорной травы Соблюдение агротехнических правил Регулярная обработка кустов и почвы около них инсектицидами При поражении клубничных плантаций они орошаются фунгицидами, предварительно надо удалить все пораженные участки. Обратите внимание, сорт земляники полка практически не подвергается нападкам насекомых-вредителей, но все равно лучше с интервалом. В месяц проводить профилактические обработки Преимущества и недостатки Земляника садовая полька имеет множество преимуществ, которые с лихвой перекрывают недостатки. Основные из них – морозостойкость – это разновидность клубники невосприимчива к температурным перепадам, но чтобы зима прошла без потерь культуры необходимо будет укрыть. Неприхотливость выращивания Для возделывания потребуется минимум физических и финансовых затрат. Универсальность использования плодов употребляют в свежем виде, а также перерабатывают для производства соков, пюре, джемов, варенья и т. Д. Обладает хорошей лешкостью при соблюдении правил хранения, можно подвергать транспортировке на длительные расстояния. Высокая сопротивляемость заболеваниям, но профилактические мероприятия обязательны. Большой урожай к недостаткам сорта можно отнести, растение нуждается в регулярной обрезке, в противном случае кусты будут стремительно разрастаться. Быстрое вырождение По истечении нескольких лет плоды начинают мельчать, культура нуждается в пересадке. Несмотря на то, что селекционеры позиционировали сорт как засухоустойчивый, при дефиците влаги вкусовые качества и качество плодов заметно ухудшаются. Земляника полка – неприхотливая, но уж больно вкусная культура. Выращивать растения несложно, садоводу достаточно ознакомиться со всеми правилами агротехники.